1227 год, основное событие года смерть Чингисхана. Ну вот при смерти Чингисхана в Монгольской империи вот так выглядела. Она уже тогда была в принципе крупнейшей в мире. По площади она больше римской. Но дело в том, что в основном тут степи малозаселенные. По населению она конечно гораздо меньше, чем Римская империя. Ну и получается, что держава харизмшахов она еще держалась. То есть вот в Иране продолжали оставаться тюркские и иранские государства, еще не завоеванные. Так как Джаул-1 начал восстание и вот из районов практически освободил некоторые районы Афганистана, Ирана и так далее. Однако вот Средняя Азия и часть современного Ирана и Афганистана она уже входила в Монголию. И дальше монголы будут расширяться и они возьмут Багдад там со временем и дойдут даже до Египта. То есть на самом деле после смерти Чингисхана будет значительно расширяться Монголия. В частности присоединят Иран, Ирак, Россию, как известно, то есть вот Центральную Русь, вот эту Украину, Белоруссию и Центральную Россию присоединят фактически. Попробуют захватить Европу, это не получится. И захватят весь Китай и попробуют Монголию. Ой, Японию попробуют. То есть в принципе Монгольская империя она еще не на пике своем, она еще только начинается. Это самый первый ее хан-основатель. Но уже при Чингисхане значительные районы Северного Китая, вот тут заметно, что значительные части Северного Китая они уже завоеваны. Сибирь входит в состав империи, в основном, кстати, добровольно. Там вот часть территории вокруг Байкала вообще прям относилась к коренным территориям монголов. И, кстати, в основном Сибирь он включал именно в главный юрт, то есть в Центральную провинцию. То есть это считалось, в общем-то, Северная Монголия по тем временам. Поэтому можно вполне это считать также и Сибирской империей крупнейшей. Обстоятельства смерти следующие были. Восстали тангуты, которых ранее покорили. Вот после того, как монголы провоевались сильно в Средней Азии, тангуты решили, что они там или ослабели, или что, или ушли. Поэтому тангуты отложились, и Чингисхан вот последние годы жизни воевал снова с тангутами. Причем осенью 1925 года они уже начали поход, подошли к границам тангутов. Во время охоты Чингисхан упал с лошади и сильно ушибся. В принципе, он уже был такой пожилой. После этого он начал болеть, всю зиму он болел. Монголы без него не выступали. Однако весной 1926 года Чингисхан выздоровел, возглавил войско, и они начали вот эту всю кампанию против тангутов. Как раз зимой 1927 года они осаждали столицу тангутов в Джунсин. И как раз весной, летом 1227 года столица тангутов впала. Полностью тангуты были в большом количестве уничтожены. Присоединены полностью в империю Чингисхана. Однако как раз при осаде столицы Чингисхан и умер. Ну и там разные истории рассказывают. То ли он умер, когда уже начали сдаваться. То есть рассказывают так, что они пришли сдаваться. А когда Чингисхан почувствовал, что умирает, он приказал их все-таки всех убить, несмотря на то, что они сдаются. Потом приказал взять столицу и умер. Ну то есть вот по монгольским и другим источникам он все-таки не дожил до окончательной капитуляции и умер прямо под стенами этой столицы. Ну причиной называют, что все-таки у него вот это падение с лошади в 1925 году сказалось. То есть он в принципе больной пошел воевать все равно и погиб. Климат не подходил, конечно, для монголы. Там они в этих горах воевали практически в пустыне, где тангуты жили. Ну и также говорят, что он от внезапной болезни, возможно, умер. Но в любом случае он был уже пожилой и у пожилых смертность явно выше. Примерно конец лета 1927 года, либо начало осени. То есть примерно август-сентябрь 1227 года умер Чингисхан. Ну называют даты 25 августа, 18 августа, но они приблизительно на самом деле неизвестны. Он по завещанию передал третьему сыну Угадеев всю свою империю. Могилы Чингисхана тема интересная, до сих пор не могут найти. Один археолог 30 лет искал, всю жизнь искал, но так и не нашел. И даже в 17-м, в 15-м веках уже не знали, даже монголы сами их, монгольские историки, не знали, где могила. Рассказывали разные легенды, что через 30 лет разграбили могилу. Марко Поло, который был в 13-м веке, о котором я расскажу, он уже говорил, что в конце 13-го века, то есть практически внуки Чингисхана, они уже не знали, где его могила. Имеется мавзолей Чингисхана, но это просто памятник-мемориал. Возможно, скрыли место могилы, чтобы там, ну времена такие были, средневековые, могли прийти там, мстить на могилу или какие-нибудь там над трупом пытаться делать какие-нибудь магические заклинания там устраивать. Возможно, просто монголы даже и никому не сказали, где могила Чингисхана, так как он был основателем империи, и таким людям приписываются различные магические силы. И трупам их тем более. Четыре сына у него было Джучи, Чагада, Югаде и Толуй. Временным правителем стал Толуй, то есть младший сын, и надо сказать, он с этими задачами справился, потому что часто после смерти правителя начиналась война, и Толуй он все-таки добился, что никакой войны не было. Он смог созвать Короллтай 1229 год, где уже избрали УГД. Ну, о великом Короллтае я, естественно, расскажу тогда, когда он соберется. Субтитры создавал DimaTorzok